Друзья, сегодня мы продолжаем эксперименты с патрубками, потому что выяснились очень серьезные последствия установки силикона. В прошлом выпуске мы взорвали несколько резиновых патрубков. Силиконовые, как ни странно, все уцелели. Но это не значит, что они будут полноценно работать. Ведь было много жалоб под видео, что определенные модели патрубков, даже силиконовых, начинают пропускать по ниткам. То есть, не очень качественно сваренные. Поэтому сегодня мы еще продолжим такие эксперименты, а также узнаем, какое давление выдержит старый резиновый патрубок. Смотрите, друзья, что я заметил. Внутри патрубка технопартнер на повороте торчат нитки, то есть он не проварен. И как многие пишут, антифриз начинает пропускать с торца такого патрубка. Сейчас мы это проверим. В общем, накачал давление около 1 атмосфера. Это, по сути, и рабочее давление системы охлаждения. И на самом деле пошло пропускание воздуха по ниткам. Вот это да! Снизу, как ни странно, почти не пропускает. Видимо, тут сильнее его пережало хомутом. А сейчас все-таки попробуем его бахнуть. 6 атмосфер выдерживает. Включился компрессор. И около 9 произошел взрыв. Вот так вот его порвало. Сейчас еще разрежем вдоль и посмотрим, что там внутри. Как видите, тут реально есть заводской дефект. Из-за него и попадает воздух между слоев в торец патрубка. Как ни странно, порвало его немного в другом месте. Далее, оранжево-синий китайский силикон. Внешне косяков особо не видно, кроме маленькой области с нитками. Также накачаем 1 атмосфер и проверим. Тут тоже четко видно, как он начал пропускать воздух по ниткам. Это недопустимо. Утечка жидкости вам обеспечена с такими патрубками. А теперь наш краш-тест. От давления он немного выпрямился. И на 6,5 атмосфер произошел разрыв. Сейчас также его разрежем, чтобы оценить внутреннее состояние. И он тоже с дефектом. То есть торчат нитки, по которым происходит пропускание жидкости. Что же тогда ставить-то, я вообще не понимаю. В общем, давайте проверим лидера прошлого выпуска, ПТП. Как видите, никаких пузырей на торце не образуется. Только на синем патрубке, с помощью которого я сделал соединение. Сейчас еще проверим его на прочность. Вот это сильно. Более 9 атмосфер, а ему хоть бы что. Неужели хоть один производитель сделал на совесть? Косяков внутри не обнаружено. Резиновые патрубки также далеко не все бывают качественные. Даже если внешне посмотреть, то очень как-то все подозрительно. Допустим, одна сторона тонкая, другая толстая. Интересно, какое давление он выдержит. Как и планировал, для более эффектного взрыва заполним его водой. Снимать будем на эту камеру в аквабоксе, которую я вам уже показывал. Ссылку на ее обзор оставлю под видео. Разрыв произошел где-то на 5,5. И вылезли вот такие вот лохмотья. Хотя внутри он без косяков, но сильно расслоился. То есть это тоже заводской брак. Сейчас проверим бэушный резиновый патрубок. Новый такой выдержал 6 атмосфер. Посмотрим, насколько хватит этого. 4,5. То есть запас прочности обязательно должен быть. Ведь есть патрубки, которые и новые взрываются уже на 1,7. Что же будет с БУ? Страшно представить. А вот что внутри годовалого патрубка из современной резины. Чудеса и только. Ломается как деревянный. Мне кажется, в наше время говно лучше делают. Вот, кстати, новый резиновый патрубок из прошлой серии. Он уже потрескался. Хотя и на машину-то встать не успел. Такие вот дела. Срок службы силиконовых патрубков, как заявляет производитель, 30 лет. Это ж сколько тазов они переживут. В общем, если вы устали каждый сезон менять патрубки, то попробуйте хотя бы один раз поставить силиконовые. И, возможно, менять больше не придется. Хотя, смотря, что вы поставите. Надеюсь, моя сегодняшняя информация была многим полезна. И вы будете более обдуманно обслуживать свой автомобиль. Ну, а кому видео было интересно, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok